Смотрите, очень сложно анализировать слова еще не назначенного президента. Они, по сути, не имеют никакого веса. Это раз. Второе. Если вы проанализируете все сказанное Порошенко в ходе избирательной своей кампании в 2014 году, и то, что он сделал потом, это две диаметрально противоположные вещи, поэтому все равно у меня еще есть надежда, что Зеленский действительно будет вести переговоры. Это очень важно. Вопрос, зачем он говорит вот эти вещи, которые прямо противоречат тому, что, по идее, должны обсуждать два президента. Я имею в виду отрицание Минского процесса, разговоры про продолжение конфликта. Мы должны понимать, что президент, когда он пройдет процедуру инаугурации, получит свои права, все равно ничего не сможет решать без парламента. И следующая у нас избирательная кампания парламентская. Поэтому я думаю, что сейчас отчасти его риторика продиктована тем, что он хочет получить достаточно мощную фракцию в парламенте и конкурировать может только с Петром Порошенко на поле электоральном, условно-уропатриотическом. Это на самом деле усложняет развитие Украины и нормализацию отношений с северным соседом. Поэтому я надеюсь, что максимально скоро пройдет встреча между двумя уже президентами, и они действительно обсудят конструктивные вещи. Потому что, ну, если мы проанализируем все то, что говорит Путин, говорит Песков, никакого другого выхода, кроме исполнения Минских соглашений, никто там не видит и не примет. И, соответственно, будут работать другие механизмы, в том числе и экономические. Если вы помните, недавно были обнародованы санкции, которые подписал Дмитрий Медведев, которые, по сути, не являются санкциями против политиков. Они будут санкциями, в первую очередь, против украинцев, да, потому что ограничивается поставка угля, нефтепродуктов. Это уже привело к росту цен на топливо, да. Ну и, соответственно, если у нас не будет поставки угля на территорию Украины, то перевалок в морских портах не хватит, чтобы полностью обеспечить себя и поставлять электроэнергию нашим гражданам в штатном режиме. То есть, скорее всего, это может привести еще и к веерным отключениям, как это было, там, 10 лет назад, если вы помните, при премьерстве. Но, кстати, это еще и санкция против конкретных финансово-промышленных групп. Отчасти я с вами согласен. От фамилии того же Ахмедова или Пинчука упоминаются, если анализировать таким выводом можно. Очень емкий большой вопрос. И здесь одновременно, знаете, как шахматная партия на нескольких досках, да. Тут, с одной стороны, они поднимают определенные, я имею в виду Российскую Федерацию, определенные политические силы и их влияние, да, которые им понятны, и которые, я тоже считаю, один из инструментов внешнего управления со стороны Российской Федерации сейчас строятся в Украине для того, чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Я считаю, что Украина все-таки суверенное государство, и наши граждане в этом разберутся. Но отчасти это и давление на так называемые финансово-промышленные группы, которые обладают и средствами массовой информации, и влиянием на экономические процессы в нашей стране, и чего грех отойти, давайте откровенно, и на политическую ситуацию, поскольку имеют свои представительства, в том числе и в парламенте. Поэтому это такая многоходовка, которая, к сожалению, еще раз говорю, ударит больно, в первую очередь, по гражданам, потому что они это ощутят на себе в связи с подорожанием. Если дорожают энергоресурсы, дорожает абсолютно все в нашей стране. Против кого это сильнее сработает? Против Зеленского поможет ли это Порошенко, потому что он займет позицию, что когда он был президентом, подобного не было, покажет только время. И я считаю, что этот вопрос можно решить, если провести переговоры буквально немедленно. Не в Турцию летать, не где-то с кем-то встречаться, а вести действительно переговоры и хотя бы обсудить то политическое направление, внешнее и внутреннее, которое будет проводить президент Украины Владимир Зеленский, когда пройдет инаугурация. И у Путина, и сам Путин говорят о том, что следует выполнять Минские соглашения, и Зеленский говорил о безальтернативности этих соглашений. Есть вероятность, что они станут выполняться после инаугурации Владимира Зеленского, если будет воля с обеих сторон фактически? Насколько я слышу, он собирается расширить нормандский формат, что, естественно, не предусмотрено Минскими. Он отрицает закон об амнистии, а это прямая норма, которая там прописана. Поэтому это говорит о том, что, скорее всего, Минский процесс будет сорван. Я не понимаю, кто ему советует на сегодняшний день. И я еще раз говорю, у меня, как у любого гражданина Украины, который живет и хочет жить в Украине, есть одно чаяние. Поскорее, чтобы наступил мир. И поэтому у меня есть ожидание, что все-таки это пока политические заявления с целью получения крупного представительства партии «Слуга народа» в парламенте. Поэтому это заигрывание, условно, западной Украины и центральной части Украины. Но это однозначно противоречит здравому смыслу, логике и переговорному процессу, который может быть Российской Федерацией, а без нее мир в нашей стране невозможно. Но есть еще бытует мнение о том, что вот такие шаги, такие заявления, они имеют место быть, чтобы частично не спугнуть наших американских партнеров до инаугурации, которые фактически имеют влияние на внутриполитические процессы в Украине. Как мы, к сожалению, имеем возможность... Она находится под внешним управлением, и не надо стесняться об этом говорить. Просто у меня большое опасение, что Зеленский под это внешнее управление уже попал, и, к сожалению, может быть проводником всей той же политики, которую мы наблюдали последние пять лет. А насколько видим, она деструктивна, она не приводит к миру, а уровень жизни у Украины падает, и у украинцев тоже, они покидают нашу страну. То есть все то, что он декларировал и то, что говорит сейчас, это две большие разницы. И я очень надеюсь, что все-таки его реальные действия, а не заявления, будут другими.